цигломинская библиотека номер 16 представляет презентацию времена года лета вы услышите рассказы и стихи из книги времена года о лете стихи и рассказы включенные в эту книгу написаны замечательными поэтами и писателями ставшими классиками русской литературы пушкиным баратынским тютчевым чеховым фетом буниным есениным тургеневым соколовым никитовым пришвиным паустовским и другими они не только вводит читателей в чудесный мир русской природы неповторимой и прекрасной во все времена года они учат любить и понимать родную природу для младшего школьного возраста художник иллюстратор сергей яровой лето для детей самая радостная вольная пора наполнена интересными открытиями веселыми играми на свежем воздухе разными забавами это прекрасное время для изучения природы наблюдения за ее явлениями осмысление ее красоты и богатства сейчас прозвучат несколько рассказов и стихов из книги времена года но конечно они будут о лете вот и пришло в наши края солнечное и прекрасное лето как долго мы ждали тебя летечка какой же это красивое слово и до чего сладко оно звучит и и так рассказ николая сладкова белая ночь пришел июнь и оставил от ночи один темный час вот она пора белых ночей птичка зарянка поет на еловой пике одним глазком провожает зарю вечернюю другим встречает зарю утреннюю все тайное стало явным все невидимое видимым видно как спят смежив лепестки цветы дневные как просыпаются в темно чаще ночные цветы как испуганно приоткрывают они лепестки ресницы и зачарованно поворачивают головки заплывущей луной видно как слетаются ночные бабочки бражники к нашей северной орхидее ночной красавицы любки ведь только ночью открываются ее цветы и пахнут только ночью ночью ночной ежик семенит по тропинке ночная летучая мышь порхает над головой ночная кукушка годы считает козадой прищурив сумеречные глаза урчит за уныло и долго туман повис над рекой сонно чмокают мокрыми губами ленивые рыбы тростники вглядываются воду но не дрогнет даже их отражение все призрачно и невесомо видно и не видно слышно и не слышно деревья стоят по пояс тумане дыхание затая на землю оседает белый пух тополей как и ней как ночная пороша и даже падающих воинка тревожит эту чуткую тишину а звезды тускнеют не успев разгореться а заря разгорается не успев потух потускнеть и снова зарянки славят зарю стихотворение ивана никитина утра звезды меркнут и гаснут в огне облака белый пар по лугам растилается по зеркальной воде по кудрям лозняка от зари алый свет разливается дремлет чуткий камыш тишь без люди вокруг чуть примет на тропинка расистая куз заденешь плечом на лицо тебе вдруг с листьев брызнет роса серебристая потянул ветерок воду морщит рябит пронеслись утки шумом и скрылись а далеко-далеко колокольчик звенит рыбаки в шалаше пробудились сняли сети шестов весла к лодкам несут а восток все горит разгорается птички солнышко ждут птички песни поют и стоит себе лес улыбается вот и солнце встает и за пашин блестит за морями ночлег свой покинула на поля на луга на макушке ракит золотыми потоками хлынула еще один рассказ льва толстого какая бывает роса на траве когда в солнечное утро летом пойдешь в лес то на полях в траве видны алмазы все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами и желтым и красным и синим когда подойдешь ближе и разглядишь что это такое то увидишь что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце листок этой травы внутри мохнат и пушист как бархат и капли катаются по листу и не мочат его когда неосторожно сорвешь листок с росинкой то капелька скатится как шарик светлый и не увидишь как проскользнет мимо стебля бывало сорвешь такую чашечку потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку и росинка это вкуснее всякого напитка кажется с наступлением летнего времени все вокруг преображается голубеет небо ярко светит солнце меняется природа улицы люди да что там жизнь начинается заново а мы послушаем рассказ ивана сергеевича соколова микитова красное лето на реке заводях раскрылись белые лилии и желтые кувшинки буйно цветет над водою водяная кашка дикая утка вывела из-за соки своих утенят учит их плавать и ловить мошек летают над водою белые и синие стрекозы и гудят над цветущей кашкой деловитые пчелы плавают в воде пузатые караси а над плавучей травою затих притаился зубастый щучонок ходка бегают по пруду на длинных лапках водяные пауки челночки на берегу трава выше колена звенят по ветру лиловые колокольчики встряхивается белая кашка и качаются пушистые одуванчики на листке подорожника сидит большой зеленый кузнечик играет на скрипке пролетел над цветами раскрыв крылья красный трескунчик высоко в небе быстрые ласточки на зеленых широких лугах возле светлой реки от зари до зари работают сенокос люди ярко блестят острые косы покрытая росою густыми рядами ложится высокая пахучая трава далеко за рекой услышатся веселые песни костцов под руками людей вырастают на лугах высокие башни стога медом полевыми цветами густо пахнет в жаркий день свежее сено каждый летний период имеет свою историю новая летняя пора как новая страница жизни и столько всего хочется успеть и попробовать за эти короткие три месяца слушаем стихотворение федора тютчева в небе тают облака в небе тают облака и лучистая на зное вискрах катится река словно зеркало стальное час от часу жар сильней тень ушла к немым дубравам из белеющих полей весь запахом медовым чудный день пройдут века также будут в вечном строе течь и искрится река и поля дышать на зное наслажайтесь летней жизнью получайте удовольствие лета впитывайте солнечную энергию излучайте позитив пусть сладкие фрукты сочные ягоды счастливые рассветы романтические закаты нежный ветер теплые дожди ароматные цветы долгожданные поездки любимые люди и добрые друзья сделают ваше лето невероятным запоминающимся красивым и чудесным и не забывайте читать книги приходите в библиотеку берите и читайте с вашим ребенком детскую литературу об этом невероятном времени года благодарю за внимание презентацию подготовила библиотекарь цегламенской библиотеки номер 16 фролова марина анатольевна презентации использованы фотографии из личного архива таинственного архива